всем привет в этом уроке мы с вами поговорим про цветокоррекцию я постараюсь создать несколько цветокорректирующих эффектов и показать вам насколько мощным и гибким может быть цветокоррекция в программе Adobe After Effects давайте мы перейдем к эффектам пресет кстати у меня есть композиция dream созданная из футажа dream находится на нашем таймлайне в виде слоя итак переходим к эффектам пресет ставим галочку курсор на поисковике и вводим такую утилиту как синеон конвертер с помощью нее мы подкорректируем немножко гамму во первых здесь есть типы конверсии мы можем конвертировать собственно либо lock to linear или lock to look например посмотрим lock to linear как у нас будет формироваться так мы можем получить вот такой вот результат но мы давайте перейдем на lock to look и здесь гамму немножечко уменьшим совсем немножечко гамму можно уменьшить то есть мы немножко гамму уменьшили освещенность highlight тоже можно подкорректировать здесь а также можно работать с отдельными черными белыми точками во первых отрегулировать значение 10 битного 10 битной черной точки или же то же самое можно сделать с белой точкой немножко осветить или затемните и уменьшить примерно вот так отлично давайте мы гамму еще немножко увеличим вот такой эффект мы получаем и немножечко подкорректируем eternal white point отлично даже немножко можно гамму увеличить давайте мы закроем данный эффект и перейдем color коррекция найдем эффект здесь с elective color данный эффект предназначается для работы с отдельными каналами собственно мы здесь можем видеть метод абсолютный либо относительный то есть абсолютно это абсолютный относительный это relative и собственно с какими мы цветами работаем здесь мы в color собираем тот свет которым я хочу работать например yellow и снизу у меня будет все вкладки которые предназначаются для работы с этим с этим цветом здесь помимо всех шести основных цветов красные желтые зеленые так далее есть еще и белые нейтральные черные области с которыми можем также работать давайте мы остановимся на желтом и подкорректируем теперь в желтом цвете циановый мажентовый и еловый и блэковый собственно можем в желтом отрегулировать вот эти вот значения давайте мы уменьшим немножко цианового желтом хотя здесь мы результат можем наглядно не увидеть потому что желтого здесь смотрим вот сюда у нас здесь есть желтые оттенки и мы можем наблюдать как я регулирую как я регулирую именно оттенок желтого то есть смотрим на бабочках у нас здесь есть желтый оттенок и именно этими желтыми оттенками сейчас буду управлять с помощью вот этих вот бегунков потому что я выбрал здесь желтый могу увеличить в нем цианового но делать я этого не буду потому что это будет выглядеть не очень хорошо поэтому я желтым увеличил значение желтого то есть я сделал желтый более желтее также я могу отрегулировать здесь black сделать его темнее или светлее давайте сделаем светлее вот что мы получаем я сделал сейчас желтый более светлее увеличим немножко магентового в ней то есть увеличим немножко магентового в желтых оттенках далее давайте я выберу например blacks то есть для работы с black и давайте поработаем с black черными областями на нашем изображении во первых я могу уменьшить влияние отдельного цвета или увеличить влияние отдельного цвета в черных областях ну допустим увеличить влияние желтого или уменьшить его влияние но я хочу увеличить влияние магентового то есть сейчас в темных областях я увеличил влияние магентового но не на такое большое значение а давайте на вот такое значение и мы сразу можем наблюдать результат то есть он был сначала зеленого оттенка теперь стал более магентового оттенка могу также добавить цианового и теперь посмотреть результат то есть таким образом я могу тонько корректировать какие-то части изображения и мы сразу видим что до применения он был более зеленого оттенка а после применения он стал более синего и голубого оттенка я могу перейти в details и отрегулировать детально каждый цвет еще раз то есть я могу в нейтральный зайти в black зайти и так далее также я могу в black и прямо в черном увеличить значение черного то есть делать его более темнее или наоборот уменьшить сделать более светлее и мы сразу видим как у нас все это применяется давайте я сделано минус 1 то есть делаю черный менее темнее затем я могу перейти обратно white то есть я могу здесь теперь работать с каналом белого но собственно перейдем white то есть мы сейчас работаем с оттенками белого то есть белыми участками на изображении давайте сделаем тонкую корректировку если сделал значение побольше например елу увеличу в белых областях то я сразу вижу результат либо я могу наоборот уменьшить какое-то влияние цвета например магентовый могу уменьшить в белых областях то есть таким образом я могу работать именно с белыми областями также я могу перейти отдельно например в какой-нибудь канал допустим тот же blue здесь работать с оттенком синего допустим я хочу увеличить магентовый в синим для этого я могу увеличить параметр магентом и вот такой вот результат мы получили после применения эффекта selective color и данный эффект чаще всего предназначается для тонкой регулировки цвета коррекции изображения то есть с помощью этого эффекта я могу сделать более тонкую цвета коррекцию без применения масок например которую я мог не могу сделать с помощью других цвета корректирующих эффектов и уже мы можем наблюдать результат вот как было до применения этих эффектов и вот как стало после то есть мы применили только два эффекта и уже все стало симпатичнее после чего давайте я применю еще один интересный эффект он не относится к цвета коррекции это собственно находится он в группе blur and sharpen называется unsharp mask давайте мы применим здесь увеличим радиус примерно до большего значения чтобы наблюдать результат то есть смотрите что я получаю с помощью этого эффекта но я так сильно увеличивать не буду я увеличу примерно на значение 10 или даже 7 amount тоже можно уменьшить например на 40 то есть силу применения количество можно сказать можно также поработать с трэш-холдом но я трогать его не буду посмотрим на результат вот такой вот результат мы получаем после применения этого эффекта то есть он становится более резче более выразительный можно сказать более контрастнее контура этого изображения становится более контрастнее далее давайте мы обратно перейдем панель эффектом presets обратно в color correction и применим cc тонер который тоже предназначается для тарин тонировки изображения здесь конечно есть а несколько групп сплошно можем использовать как сплошной слой можем использовать двухцветный трехцветный и пятицветный чтобы использовать данные эффекты более правильно вам необходимо знать теорию цвета и гармонию цветов давайте мы выберем выберем 5 цветов здесь вы видите 5 стенков 5 групп этот цвет для светлых участков для ярких участков для средних участков для темных участков и для теней то есть здесь для каждого отдельного оттенка области на нашем изображении мы можем выбрать отдельный цвет но давайте мы используем три цвета это более простой вариант здесь также есть параметр blend with original различие между оригиналом давайте я беру me tons и здесь и сделаю такой вот ярко 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 даже темно темно ярко оранжевый примерно вот такой а вот highlights и shadows я ставлю то же самое и здесь давайте подрегулируем blend with original сделаю примерно 75 здесь даже можно сделать более светлее вот такой вот ярко оранжевый чтобы он был поярче и blend with original можно сделать 80 процентов и вот такой вот теплый оттенок мы получаем для shadows давайте я сделаю попробую сделать что-то между вот таким вот оттенком более к темному ближе то есть примерно вот такой вот оттенок это для shadows такой фиолетово темно фиолетовый здесь давайте я сделаю еще подкорректирую сделать более светлее то есть не такой сильно темно оранжевый то есть для освещенности вы используете более более светлые оттенки для затемненности более темные оттенки какого-то цвета и мы с вами получаем вот такой вот потрясающий результат давайте мы еще подрегулируем немножко оттенок и сделаем примерно вот так и и мы получаем отлично просто потрясающий результат если мы сейчас просто отключим все эти эффекты и посмотрим что у нас было и что настало то вы увидите что корректируя некоторые эффекты очень тонко просто немножечко мы можем получать потрясающие результаты здесь давайте мы подкорректируем немножко вот так посмотрим насколько сильно он применяется 85 посмотрим чем сделать давайте 80 более оптимальный вариант давайте мы закроем cc тонер вообще желательно все вот эти вот эффекты применять на корректирующий слой который называется adjustment layer но раз мы начали применять его прямо на слой то давайте собственно пока что мы перемещать их не будем но вообще знайте что применять лучше все это дело на корректирующий слой adjustment layer давайте мы unsharp mask радиус поставим здесь 20 то есть я поставлю здесь 20 они 10 как было дальше давайте мы применим 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 из группы color correction hue saturation а здесь мы можем в принципе увеличивать насыщенность или уменьшать его допустим я могу уменьшить насыщенность а общую насыщенность я могу уменьшить затем перейти например магентовый а вот магентовому насыщенность увеличить могу например так нет не магентовому давайте примерно вот до такого значения увеличим blue тоже могу увеличить значение saturation то есть насыщенность и циановую тоже могу увеличить насыщенность то есть вот такой вот результат мы получаем так вот так я делать не буду я отрегулирую немножечко по-другому я перейду во-первых в channel color reds и немножечко увеличим saturation примерно на значение 20 yellow тоже немножко увеличим примерно 10 и получаем немножко скажем более насыщенный оттенок нашего изображения таким же образом я могу перейти например green и ему наоборот насыщенность уменьшить так минус 75 то есть насыщенность для зеленого оттенка я могу уменьшить затем перейти например циановый здесь я могу насыщенность сделать 15 то есть тоже немножко увеличить и мы получаем более насыщенный цвет более емкий давайте магентовый можем для магентового изменить немного оттенок также можем поставить color айс но я этого трогать не буду то есть вот такой вот результат мы получаем на этом этапе и посмотрим что мы получили вообще в принципе то есть вот как у нас было стало и вот как у нас было до применения эффекта то есть достаточно хороший эффект можем получить за счет цветокоррекции в программе after effects в заключение хотелось бы поблагодарить вас за просмотр данного урока подписывайтесь на канал на youtube на наш если вы этого еще не сделали ставьте лайки конечно же если вам понравился данный урок также заходите в нашу группу вконтакте подписывайтесь в нашу группу вконтакте заходите на сайт f3d studio.ru если вам интересно здесь я являюсь автором видеокурсов можете перейти в раздел видео курсы найти мои курсы а в принципе покупать и смотреть интересующие вас курсы также следите за новостями вас ждут еще больше бесплатных уроков от меня лично надеюсь вам вдруг понравился на этом я с вами прощаюсь и до встречи в следующих уроках а